Тверской региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами перешел на другой график работы. Как изменилась жизнь сотрудников ЦАХа из-за распространения коронавируса и какие советы могут дать они для всеобщей безопасности, выясняла Мария Шилованова. Как и всегда, смена сотрудников Твери спецавтохозяйства начинается в 4 часа утра. За это время им необходимо многое сделать. Первым делом – получить маршрутный лист у диспетчера. После его изучения становится понятен путь и количество точек, которые необходимо убрать. Это привычное дело. Водители со стажа опытным взглядом осматривают маршрут. Но вот следующий этап для них в новинку. Теперь все работники обязаны продезинфицировать свои рабочие места. Для водителей это кабины КАМАЗа. Без внимания не остается ни одна деталь, начиная от ручек дверей и заканчивая сидением в салоне. Дальше осмотр у медицинского работника, обязательный для каждого водителя. Заходит водитель, мы садимся, мы его опрашиваем. Если у него какие-то жалобы, кашель может быть, или горло болит, даем градусник, меряем артериальное давление и делаем тест на алкоголь. Это ежедневная проверка не только в период эпидемии, а в течение любого рабочего дня. Просто теперь она занимает немного больше времени. Сейчас в связи с вирусом, мы же после каждого водителя еще протираем ручки дверей, обрыскиваем коврики. Но все минут у нас занимает сейчас. У каждого водителя где-то минут 7. А раньше сколько было до коронавируса? Раньше было минут 3, наверное. Если жалоб нет о состоянии водителя удовлетворительное, он получает медицинскую маску, перчатки и несколько бутылочек антисептика. Лишь после этого машина может выехать с территории оператора. Из-за того, что в Тверской области, так же как и по всей стране, резко увеличилось количество граждан, которые используют медицинские маски, остров стал вопрос их утилизации. Специалисты утверждают, что выброшенные в обычные мусорные урны медицинские маски могут вызвать опасность заражения новым коронавирусом. Поэтому в Тверском региональном операторе призвали средства индивидуальной защиты просто так не выбрасывать в контейнер. И со своей стороны предлагаем нашим жителям подумать и своих близких, и средства индивидуальной защиты не выбрасывать просто так в контейнер, а упаковывать в полиэтиленовый пакет для нераспространения возможной инфекции. На данный момент по Твери работает более 40 машин. В день одна единица спецтехники охватывает порядка 100 точек и вывозит на полигоны мусора около 16 тонн отходов. Продолжение следует...